Илон Маск предупредил, что во время полета на Марс могут погибнуть люди. Эпоха космического туризма началась. Всем привет, с вами Фенимор. Первые отправленные на Марс люди могут погибнуть. Об этом во время разговора со старым другом объявил Илон Маск, который хочет доставить астронавтов на далекую планету уже в 2024 году. Его слова прозвучали ужасно, но такова горькая правда. Во время первой пилотируемой миссии вряд ли обойдется без жертв. Даже если астронавты успешно доберутся до конечного пункта, они могут оттуда никогда не вернуться. По сути, первые посетители Марса должны отдавать себе отчет в том, что они берут билет в один конец. Глава компании SpaceX уже прекрасно это понимает. Во время беседы он подробно объяснил свою позицию, так что давайте разберем все произнесенные им слова. Речь предпринимателя заставляет задуматься о том, какие опасности в себе несут космические путешествия, а ведь они уже скоро начнутся. Своё громкое заявление предприниматель сделал во время беседы с главой фонда X-Price Питером Диамандисом. Они знакомы с 2000-х годов, когда Илон Маск еще только мечтал создать космический корабль для полетов на Марс. Изначально Илон Маск хотел выращивать инопланетные растения, но из-за неудач решил основать SpaceX и разрабатывать космические аппараты самостоятельно. Питер Диамандис внимательно следил за действиями своего друга и уверял, что у него вряд ли что-то получится. И вот теперь эти два предпринимателя побеседовали вместе перед камерами. Причем Илон Маск уже намного известнее своего товарища, потому что идея с ракетами оказалась намного интереснее. Разговор пошел в рамках объявления нового конкурса от фонда X-Price. В его рамках компаниям из разных концов мира предполагается разработать технологию по сбору и переработке углекислого газа. Фонд занимается финансированием полезных для человечества проектов, а проблема загрязнения воздуха углекислым газом сегодня очень актуальна. Из-за этого на планете наблюдаются явные признаки глобального потепления. Хотя, если честно, лично я глобального потепления не замечаю. А вы? Илон Маск был приглашен на встречу, потому что внес призовой фонд вклад в размере 100 миллионов долларов. Так сильно фонду еще никто не помогал. В ходе обсуждения условий конкурса Питер Диамандис задал Илону Маску ряд весьма интересных вопросов. В основном они касались того, как предприниматель собирается колонизировать Марс. Многие люди считают, что глава компании SpaceX игнорирует то, что наша планета буквально разваливается на части. Его упрекают, что он не пытается спасти планету, а строит корабли для спасения богачей. Комментируя это, Илон Маск как раз и объявил о том, что первые космические путешествия вряд ли обойдутся без жертв. Путешествие на Марс будет не таким уж и безопасным и комфортным, как многие представляют. Первые путешественники будут испытывать недомогание, питаться ужасной едой или вообще голодать. Так что считать, что SpaceX пытается спасти богачей от катастрофы совершенно неправильно. Все как раз наоборот. Богачи вряд ли захотят первыми лететь на Марс. По словам Илона Маска, компания SpaceX никого не заставляет становиться космическими путешественниками и в пилотируемых миссиях будут участвовать только добровольцы. После этого Питер Диамандис отметил, что у компании уже явно есть миллионы добровольцев, потому что поклонников проектов Илона Маска очень много. Им стоило бы уже сейчас осознать, что из путешествия они вряд ли вернутся обратно. Но зато они явно войдут в человеческую историю, как первые люди, побывавшие на далекой чужой планете. Суровая правда такова, что первые посетители Марса могут умереть. Допустим, они осознают все риски, так что беспокоиться особо не о чем. Люди знают, на что идут. Но после смирения с этим фактом возникает другой вопрос. Куда девать тела астронавтов в случае смерти? Хоронить их на Марсе вряд ли кто-нибудь рискнет, потому что инородный объект в почве может помешать потенциально имеющиеся там жизни. Так что единственным вариантом является только отправка тел обратно на землю. Но это будет стоить очень дорого. Во время беседы старые друзья обсудили и другую критику в адрес Илона Маска. Некоторые люди указывают на то, что с одной стороны предприниматель выпускает экологически чистые электромобили Tesla, а с другой запускает в небо ракеты, которые сильно загрязняют воздух. По словам Илона Маска, они уже занимаются решением этой проблемы. В космическом корабле Starship вместо керосина будет использоваться метан, при производстве которого не образуется углекислый газ. Для получения метана можно использовать воду, электричество и собираемый из воздуха углекислый газ. Заодно будет очищаться воздух планеты. Правда электричество тоже нужно будет добывать из возобновляемых источников вроде солнечных панелей. Компания SpaceX уже сейчас отправляет людей в космос, но на очень небольшое расстояние. В 2020 году она смогла доставить людей на МКС, а уж в сентябре текущего года отправит на околоземную орбиту первых туристов, их имена уже известны. В феврале 2021 года стало известно, что совсем скоро компания SpaceX отправит на орбиту Земли первых космических туристов. Миссия Interpretation 4 была разработана совместно с бизнесменом Джаредом Айзекманом и создана в целях благотворительности. Чтобы стать одним из участников миссии, желающим нужно было пожертвовать деньги больницы святого Иуды в городе Мемфис, штат Теннесси. Конкурс наконец-то завершился, и нам стали известны имена четырех людей, которые уже в сентябре этого года отправятся в космическое путешествие. Они проведут на орбите нашей планеты несколько дней, но перед этим пройдут подготовку, которая продлится несколько месяцев. Среди членов экипажа космического корабля Гриф Дрэгон есть сам Джаред Айзекман, сотрудница больницы святого Иуды, опытный летчик-испытатель и 51-летний педагог. Давайте познакомимся с ними поближе. Бизнесмен Джаред Айзекман является главой компании Shift4 Payments. Эта компания была основана в 1999 году и занимается обработкой платежей. На момент создания компании предпринимателю было всего лишь 16, а сейчас Джареду Айзекману 38 лет. Основанная им организация уже довольно крупная и обрабатывает платежи для 200 тысяч компаний, работающих в сфере розничной торговли и развлечений. Сотрудницу больницы святого Иуды зовут Хейли Айсера. Ей 29 лет. В детстве она пережила удаление тазобедренной кости. Она станет самой молодой американкой, которая когда-либо летала в космос. Также девушку можно будет считать первым человеком на орбите, который носит протез. Третьим членом экипажа космического корабля Гриф Дрэгон станет 41-летний Крис Симборский. Он является ветераном ВВС США и на данный момент работает на авиакомпанию Локхит Мартин. Около 20 лет назад он уже работал в лагере космической подготовки, так что полет в космос для него будет не в новинку. Четвертый человек, который в сентябре этого года отправится в космос, это 51-летняя Сиан Проктор. Свою жизнь она посвятила педагогике и предпринимательству, а также проходила обучение пилотажу. Однако в отличие от Криса Симбовски, ранняя женщина не имела ничего общего с космосом. На протяжении последующих шести месяцев группа этих людей будет проходить подготовку к полету. Запуск космического корабля Гриф Дрэгон с первыми космическими туристами SpaceX планируется провести уже в сентябре 2021 года. Важно отметить, что аппарат Гриф Дрэгон будет не новым. Компания доверит жизни людей уже использованному ранее кораблю. Может оно и к лучшему, потому что он уже явно проверен и никаких серьезных неисправностей в нем быть не должно. Экипаж корабля проведет на орбите несколько суток, но точное количество дней пока неизвестно. Они будут летать на высоте 539 километров над поверхностью Земли, то есть расположатся выше Международной космической станции. Для сравнения, МКС на данный момент находится на высоте 408 километров. Запуск миссии Inspiration 4 был намечен на октябрь-декабрь. Илон Маск говорит, что длительность полета составит от двух до четырех дней, но при этом он не отрицал, что миссию можно будет продлить по желанию заказчика. Теперь же дата запуска более точная и намечена на сентябрь. Вопросы остаются только к длительности полета. Сомнений в том, что двумя членами экипажа станут Джаред Айзекман и Хейли Ансера не возникло. Создатель миссии и сотрудница больницы заранее были определены как участники. А вот Крис Симборски и Сиан Проктор – большие счастливчики. По данным издания Today в конкурсе, за место на корабле приняли участие более 70 тысяч человек. И именно эти двое участников оказались победителями. Кажется, мы стоим на пороге космических путешествий. Помимо компании SpaceX, услуги космического туризма предлагает компания Virgin Galactic. Недавно она представила новый космоплан – VSS Imaging, внутри которого могут поместиться 6 пассажиров и 2 пилота. Если в будущем у вас появятся лишние 250 тысяч долларов и вы захотите полететь в космос в качестве туриста, обратитесь в компанию Virgin Galactic. Скорее всего, она будет лидером в области космического туризма, потому что на данный момент у нее очень серьезные намерения. Компания уже несколько лет подряд испытывает корабли VSS Unity, которые когда-нибудь позволят взглянуть на нашу планету с высоты 100 километров и даже побывать в невесомости. Но это еще не все. 30 марта компания представила летательный аппарат VSS Imaging, который выглядит еще круче. Скорее всего, он будет намного мощнее и комфортабельнее первой модели. И билет на него будет стоить дороже. Но пока это только предположение, и с уверенностью сейчас можно сказать лишь то, что он очень красивый. Космоплан VSS Imaging обладает зеркальным корпусом, который отражает все окружающее пространство. Космоплан – это самолет, который выводится на орбиту Земли при помощи ракетоносителя или мощного самолета-разгонщика. У компании Virgin Galactic теперь есть два космоплана – VSS Unity и VSS Imaging. Для их вывода на орбиту, скорее всего, будет использоваться самолет-носитель White King II. Космоплан VSS Imaging относится к совершенно новому семейству летательных аппаратов. Spaceship Tray. Его технические характеристики пока неизвестны. Компания поделилась только общей информацией о новинке. Новая модель будет быстрее предыдущей, а ее техническое обслуживание заметно упрощено. А все потому, что конструкция изготовлена по модульному принципу. Составные части можно будет легко заменять. Такое нововведение также должно сократить время между полетами. Допустим, совершит космоплан один полет, приземлится, и через несколько дней уже будет готов подняться в воздух, чтобы отвезти новую группу туристов в космос. По словам основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, космоплан Imaging не просто красив на вид. Он является первым доказательством того, что флот летательных аппаратов Virgin Galactic постоянно растет. Он надеется, что побывавшие благодаря им в космосе туристы вернутся на Землю с новыми идеями, которые хорошо повлияют на будущее нашей планеты. Предприниматель мыслит в очень правильном направлении. Возможно, когда люди увидят нашу планету издалека, они осознают важность сохранения ее чистоты. В плане возможностей, космопланы VSS Unity и VSS Imaging мало чем отличаются друг от друга. Это летательные аппараты, внутри которых может поместиться 6 пассажиров и 2 пилота. Специальный самолет-носитель будет поднимать их на высоту около 15 километров и сбрасывать. Аппараты будут включать встроенные двигатели, чтобы достичь субербитального пространства. Во время полета пассажиры смогут насладиться горизонтом Земли на фоне черного космоса. Также у них будет возможность побывать в невесомости. Ранее компания Virgin Galactic уже открыла продажу билетов на самолет VSS Unity. Однако место стоит около 250 тысяч долларов. Внутри летательного аппарата есть 6 кресел из легкого углеродного волокна и алюминия. Каждое сидячее место оснащено дисплеем, на котором отображается информация о скорости, высоте и других параметрах полета. Также в салоне есть 12 иллюминаторов, вокруг которых простираются мягкие стены, которые защищают пассажиров от случайных травм. Вдобавок ко всему этому, внутри самолета есть огромное зеркало и несколько камер для снятия самых ярких моментов полета. Скорее всего, интерьер нового VSS Imagine будет таким же. Ведь зачем дизайнерам придумывать что-то новое, когда хороший проект уже есть? Больше всего на данный момент интересно, насколько сильно будут отличаться цены билетов на VSS Unity и VSS Imagine. Летом его поднимут в воздух на носители и отпустят в свободный полет без включения двигателей. Самолет VSS Imagine должен будет приземлиться на космодроме Америка в Нью-Мексико. Так что стоит уже начинать копить деньги на билет в космос. А что скажете вы на этот счет, мои дорогие зрители? Вы готовы отправиться на Марс с билетом в один конец? Вы хотели бы стать космическим туристом и побывать на орбите, ощутив на себе всю безграничность огромной вселенной и осознав, какая маленькая и хрупкая наша планета, которую мы всячески сами пытаемся уничтожить любыми доступными нам способами. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.